Мудрые мысли одного мыслителя Христианина, послушайте, когда человек отдаляется от Бога, он тем самым отдаляется от самого себя. Постепенно он теряет самого себя. Жизнь его проходит в состоянии потерянности, ничейности, никчемности. При этом Бог остается его Богом. Просто человек перестает это замечать. Ибо он замыслил побег от Бога, побег в пустоту, побег в безбожие. Что же происходит с этим человеком? Послушайте. Все то, что было в его власти до восстания, начинает восставать против него, как он сам восстал против Бога. Его способности становятся беспорядочной, разрушительной, безбожной силой. Способности превращаются в его врагов. Они разрушают его самого. Мировая история – это галерея историй печальных. Как человека подчиняло то, что по природе своей должно быть в его подчинении. Именно эти моторы движут обществом. И сегодня. Не декларации, что человек – существо свободное, а именно эти моторы. И о них Иоанн говорит. Кто согрешает, тот раб греха. Одна из безбожных сил – Мамона. Для человека, отвернувшегося от Бога, деньги в своей внутренней пустоте становятся воплощением почти всех ценностей. Деньги владеют человеком, в то время как он думает, что он владеет деньгами. Мы не замечаем, от скольких вещей мы становимся зависимыми. Чересчур зависимыми. Страшно зависимыми. Жаль. Было бы лучше, если бы мы это замечали. Тогда нам было бы понятнее, что означает слова «Да приидет Царствие Твое», которое ежедневно мы произносим в молитве. Эти слова – это просьба о том, чтобы Господь разоблачил безбожные силы, властвующие над нами, и затем освободил нас от них. Конечно же, профессора, наверное, услышали и узнали, кто этот мыслитель. Карл Барт. Жил в начале 20 века. Он произнес это слово. Он очень четко отметил болезненное состояние, или же, так скажем, раковую опухоль на теле человеческого существа. «Жизнь без Бога». В конце эти слова заставляют меня подумать, потому что они помогают понять, почему мы приходим, чтобы послушать Божье Слово. Послушайте. Если бы Господь разоблачил безбожные силы, властвующие над нами, а затем освободил нас от них. Каждый раз, когда мы приходим на богослужение, друзья мои, происходит это разоблачение. И благословенно тогда, когда ухо наше слышит, когда зрение наше видит, когда сердце наше чувствует. Теперь, отрывая Священное Писание, вспомним слова нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, который, однажды, живя на этой земле, произнес, и записано это в Евангелии Матфея 24 главе. Он сказал такие слова. «Как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого». Вы знаете, что этими словами Господь как бы взял и руками Своими соединил огромный, огромный процесс, происходящий на земле. Он взял глубокое, древнее время Ноя, и Он указал на какое время? На наше время. Он замкнул этот процесс и показал нам, что во все времена проблемы были те же. И проблемы сердца человеческого, и проблемы разума человеческого, и мысли человеческой. Как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Люди все решают земные проблемы. А Господь желает поднять нас и помочь нам разобраться в возвышенных проблемах. Он желает показать нам, что мы живем с вами практически в двух параллельных мирах. Один мир – это мир нашей жизни, жизни нашей плоти. Это наш дом, наша семья, наша работа. Все то, что вокруг нас. А второй мир – это мир нашего духа. Он существует. Люди мира этого не понимают, не чувствуют, может быть. Иногда и мы, христиане, не чувствуем, где мы живем, где находимся. Ощущаем ли мы ангелы, небо, Спаситель, Его возвращение? Чувствуем ли мы, где мы находимся вот этой оси координат? Как было во дне Ной. Отрываем с вами послание к евреям, 11 главу. Опять же читаем знаменитые и всем известные слова. Послание евреям, 11 главу, 7 стих. «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благовее приготовил ковчег для спасения дома своего». Ею, этой верою, он осудил весь мир и сделался наследником праведности по вере. «Мир времен Ноя», интересно отмечает дух пророчества. «Мир был молод, как новорожденное дитя». Красиво, не правда ли? Следы Едема, запах Едема, красота Едема, память о Едеме. Во времена Ноя все это было как будто вот тут рядом, только-только. Почему так? Помните, сколько прожил Мафусал? Ну, Библия отмечает самый большой период жизни. 969 лет. Он начал свою жизнь и был рожден, когда был жив Адам. Так говорят исследователи. Вы можете найти это в тех картах, которые рисуют. И заканчивая свою жизнь, как утверждают исследователи, опять в год, когда пришел на землю потоп. Вы чувствуете связь этих времен? Он жил еще при Адаме. Он уже жил при Ное. И вот когда мы видим эту всю красивую атмосферу, мы начинаем видеть нечто другое. «Зловоние греха заглушает запах Едема». Так было или нет? Люди ищут причины. Почему это? Почему то происходит? Ищут причину в людях. И, может быть, правы. Но Господь говорит, что причина в другом. Грех царствует на этой земле. Что сильнее? Что победит? Кем будет одержана победа? И вот теперь, обращаясь к тому времени, мы можем сказать о нашем времени. Мы можем чувствовать, что происходит сегодня. Шестая глава Иванле Бытие. Бытие, шестая глава. Мы читаем пятый по седьмой стих. Вот так Господь описывает то время. Шестая глава с пятого по седьмой стих. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле. И что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле. И воскорбил сердце своем. И сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил. От человеков до скотов и гадов и птиц небесных. Истреблю, ибо я раскаялся, что создал их. Вот так мы видим описание той ситуации, которая перед нами раскрывается в Священном Писании. Мы видим, как распространяется безбожная цивилизация. В Бытие, в четвертой главе, мы можем с вами прочитать, как это было. Каин уходит от лица Господня. Поселяется в земле Нот на востоке от Едема. Где он поселяется? На востоке. Что он делает, когда он поселился там? Что он делает? Строит город. Город называет по имени своего сына, которого он родил. Енох. Сына звать как? Енох. Далее, после того, у Еноха рождается Иорет. Иорат родил Махеяэля. Михаэль родил Мафусала. Мафусал родил Ламеха. И взял Ламех, две жены. Имя одной Ада, а имя другой Цилла. Алла родила Иовала. Он был отец живущих в шатрах со стадами. Имя брата его Иувал. Он был отец всех играющих на гуслях и свирели. И Цилла также родила Тувалкаина, который был кавачом всех орудий из меди и железа. И сестра Тувалкаина Наэма. И сказал Ламех женам своим. Ада и Цилла, послушайте голоса моего, жены Ламеховы. Внимайте словам моим. Я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне. Если Закайна отмстится в семеро, то Заламеха в семьдесят раз в семеро. Вот так Священное Писание краткими словами описывает, как развивается безбожная цивилизация. Люди, которые отошли от Бога, избрали свои пути, создали своих богов. Интересно то, что эта цивилизация процветает так или нет. Развивается, мощно развивается. Они творцы, они создают. Рядом идет другая цивилизация. Потомки Сифа. О них описывается уже с 25 стиха. И вся пятая глава описывает потомки Сифа. Как они жили. Давайте мы еще раз посмотрим на эту историю. Седьмой от Адама по линии Кайна. Его имя было Ламех. Вы знаете, что оказывается и в одной цивилизации, в одном народе. И в другой безбожной есть имена, которые повторяются. Почему так? Почему одни вдали от Бога, а другие, другие живут по Божьему? Ламех. К тому же был современником седьмого от Адама по линии Сифа. Кто это был? А? Енох. Седьмой от Адама по линии Сифа. Это был Енох. И вот они современники. Ламех, потом Акайна и Енох. Вы можете сразу сравнивать и увидеть, как все это происходит. Писание говорит нам о том, что Ламех нарушает план Божий. И он говорит, я не хочу одну жену, а я хочу что? Две жены. И Господь опять же допускает все это. Далее он говорит в гордыне своей, я убил. Рядом с гордыней идет смерть. Со смертью льется кровь. Вот так развивается безбожная цивилизация. И вот в этот мир, в такой мир предстояло войти Израилю, а позже и Божьему народу. И Господь сказал, как было времена Ноя, так будет точно пришествие Сына Человеческого. У меня один вопрос. Господи, если несмотря на грех, цивилизация, греховная цивилизация, безбожная, ей сопутствует прогресс, процветание, налицо, не правда ли? Они развиваются, они творят что-то, они становятся на более высокий уровень, кажется, развития. И в чем же проклятие греха? В чем же проклятие греха? И ответ мы находим, как завершается слава человеческая. Если мы читаем с вами Священное Писание, мы видим, что после каждого, кажется, исторического пути каждого человека, слово звучит – и умер, и умер. И что дальше? Умер. И так идет из поколения в поколение. Грех приводит в смерть. Смерть – конец всего. Умер, умер, умер. Интересно то, что, когда мы рассматриваем эти две, как бы параллельно идущие цивилизации, родословие Каина описано в семи поколениях, и родословие Сифа – десяти, десяти поколениях. Каждый перечень завершается тремя сыновьями, того, кто стоит в конце. У Ламеха было три сына – Иувал, Иавал, Итувалкаин, и также у Ноя – Сим, Хам и Иофет. Три сына. И также мы читаем здесь, наблюдая вот за этими параллельно идущими цивилизациями, в каждом перечне выступает со словом один человек и что-то говорит. Мы прочитали с вами слова Ламеха, потомка Каина. А кто же говорит из потомков Сифа? Помните? У каинитов Ламех, что он говорит? Он насмехается над промыслом Божьим. Он произносит на свой лад, обыгрывая слова Бога, «Если за Каина отомститься всемирно, то за меня, Ламеха, вот я такой воинственный герой, сколько раз?» Намного больше. Мы сильны самим собою. У Сифитов тоже Ламех говорит. Послушайте. Читаем с вами 29 стих 5 главы. Мы с вами слышим и чувствуем, как по-разному говорят люди без Бога и с Богом. В этом случае жизнь праведникова – это постоянная борьба. Ламех – сын Сифа, потомок Сифа, отец Ноя. Он как бы стонал под проклятием реха, и он утешался, что вот пришел сын, и есть надежда, что он останется таким же верным Богу, и что в конце концов завершится. Это безрадостная, иногда тягостная, но в Боге радостная жизнь. Постоянная борьба радости и победы, как в той песне – со слезами на глазах. Так жили, так жили дети Божьи. Как во времена Ноя, так и в последнее время они живут. Они имели свое отношение к материальному миру. Они понимали, что имеющие – как что? Не имеющие. Вы переживаете сегодня те события, которые происходят. И мы переживаем. Я встречался с одной женщиной совсем недавно, которая в одно мгновение все потеряла на востоке Украины. Она говорит, что своими руками я все сделала и дом большой построила. Она плакала, и мы вместе с ней молились, и вдруг ничего не стало. Но я поняла одно – еще сохранилась жизнь, и мне нужно ее отдать Господу. Потеряв в одночасье все, имеющий как не имеющий. Иметь много золота и быть богатым – это еще не одно и то же. Вы согласны? Это мудрость, которой нет брата Василия. Это мудрость человеков на этой земле. Быть богатым – это значит иметь другое богатство. Небесное богатство. Итак, давайте мы вместе с вами посмотрим, когда мы взглянули на эти две цивилизации, посмотрим, как же все происходило в действительности. Бог заключает с Ноем завет. Шестая глава описывает с 18 стиха. «Я с тобою поставлю завет мой. Войдешь в ковчег ты и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою. Веди также в ковчег из всех животных, и от всякой плоти попарись, чтобы они остались с тобою в живых, мужского и женского пола пусть они будут». Очень сильно описывает вдохновенные труды духопророчества этот момент. Среди господствующего беззакония существовала династия святых мужей. Они облагорожены, вдохновленные общением с Богом, жили на земле, словно где? Словно на небе. Они, облагорожены Богом, жили на земле, как будто живут где? На небе. И далее. Перед ними стояла великая цель, святая цель – формировать в себе праведный характер и преподать урок благочестия не только своим современникам, но и грядущим поколениям. Как было в одни ноя, Господь говорил, так будет и в пришествии Сына Человеческого. И сегодня тысячи людей на земле имеют эту одну цель – формировать в себе… Что формировать? Праведный характер. Праведный характер. Вот это и есть та драгоценность, которая будет ценна не только в этом мире, а во всю вечность. Праведный характер для того, чтобы оставить нам пример нашему поколению, нашим детям, окружению нашему, но не только этому поколению, но и будущему поколению, если Господь еще не возвратится. Почти тысячу лет Адам видел влияние того греха, который он совершил. Помните, Адам был прообразом кого? Кого прообразом? Бога. Так? Интересно то, что, когда мы отрываем Священное Писание, уже в пятой главе сказано, что Адам рождает детей. И сказано здесь уже немножко по-другому. Адам жил 130 лет и родил Сына по подобию какому? Своему. И по образу какому? Своему. Опять конфуз. Опять непонятно. Господи, Адама сотворил ты по какому образу? По-своему. А мы-то родились уже по образу и подобию Адама. Друзья мои, потомки, рожденные по образу человеческому и подобию, могли и могут быть подобны кому? Богу. И все это благодаря вот тому, что Господь сделал, когда Он замкнул это время, вековечное время. Он пришел в этот мир и стал кем? Человеком. Чтобы мы могли, по Его примеру, жить и иметь образ Божий. Как сильно и благословенно то, что Господь обещал и дал нам. В этой династии святых мужей был Енох, который жил в союзе с Богом 365 лет. И опять же, как сильно сказано патриархи и пророки, вера Еноха становилась все тверже, а любовь крепче даже с течением столетий. Мы чувствуем, Он жил не столько, сколько мы живем. Столетия жил. Но не так много, как другие жили. Он всего три с половиной столетия прожил. Но как закончил, вот бы так закончить. Не только иметь небо голубого галстука, а закончить, как Енох. Енох был бесстрашным обличителем греха и проповедником праведности. И сегодня, друзья мои, весь мир и даже Божий народ, он часто состоит из двух категорий людей. Те, которые надеются, что они спасутся своими силами через свои собственные заслуги и тех, кто верит, что будет спасен в своих грехах. И вы знаете, и одна, и другая категория людей может искренне заблуждаться. Не наши силы не могут спасти нас. И есть только наш Господь Спаситель. И спастись во грехах человеческих тоже возможно или нет? Возможно? Ну так, греша и каясь, каясь и греша. Возможно так спастись? Священное Писание говорит нет. Есть только одна задача. Есть только одна ценность, которая остается ценностью со времен Ноя и до нашего времени предпришествием Господа. Это совершенствовать и освящать свой характер. Становлять подобными Господу. Как Еноха Бог взял перед потопом, так и нас. Он готов сегодня уже взять перед истреблением всего греховного на этой земле, если мы будем собственным примером и собственной святостью продолжать возвышать нашего Господа. Вы помните, как Ной приготовился кратко, буквально несколько штрихов. Он, сказано в Писании, обрел благодать, восьмой стих, говорит, шестой главы книги Бытие, потому что всеми силами старался сохранить в народе познание о истинном Боге и остановить поток морального разложения. Вот это то путь, который Господь сегодня предлагает нам. Он предостерегал людей от опасности. Люди не понимали, что происходит. Люди делились на группы. Люди думали, что им помогут, подскажут им люди науки. Может быть, даже специалисты в области познания Божественного Слова. Они шли за людьми, но вера Еноха, вера Ноя, вера благочестивых людей Божьих, она возрастала и становилась очевидной людям. Обратим внимание, не слово, а что? Вера. Она возрастала и прорастала в их жизнь. Они не соединяли себя с этой земной Родиной. Они соединяли себя с небесной Родиной. Это очень важный момент. Как никогда мы должны чувствовать это. Он был примером, потому что верил в то, что говорил Бог. И вот мы говорим о Ное, то 22 стих 6 главы говорит, «И сделал Ноя все, как повелел ему Бог, так он и сделал». Он готовил себя. Он готовил семью. Он готовил встретиться. С кем встретиться? Со своим Господом, которого слышал и которому слушался. все повеления Бога. Для людей он был фанатиком. Но он стоял подобно скале среди бури. И это действительно хороший пример для нас. Потому что, когда Господь говорит, как было в Одни Ноя, так будет, и что? Пришествие Сына Человеческого. Только те устоят. Только те не смутятся. Разные события ожидают еще будущее нашей земли. Потрясения, противостояния, конфликты, военные действия. Но дети Божьи, они имеют твердый опор. Они стоят на той скале и не колеблются. Потому что верен Господь по волнам потопа. Потопа, который по воле суверенного Творца был излит на нашу землю, который разрушил мир, но и плыл в свой дом, в свою Родину. В этом и есть сегодня настоящее предназначение Церкви Божьей. Церковь Божья, как и в чех спасения, она не должна взирать сегодня на те потрясения, которые вокруг. Она должна чувствовать, видеть время, она должна молиться, стоять на коленях, объединяться, но помнить, что эти воды потопа возвратят нас куда? В ту гавань, которую Господь обещал. Я приду, я возьму вас в себе. Он шел к этому новому творению, восхваляя Господа. В этих размышлениях, как бы подводя итог, хотелось бы сказать сегодня. Мы с вами живем в это последнее время, о котором Господь говорит в Иоанне Луки, 17 глава, там, в том времени, будет то же, что было во времена Ноя. Притом, Господь сказал через апостола Петра в 3 главе 10 стих 2 послания, что это время придет неожиданно, как вор приходит ночью. Как вор приходит ночью? Вам знакомо это? Кто-то, может быть, сам пережил это? Ну, обычно он так делает. Он отправляется на почту и дает телеграмму. «Хозяин, завтра вечером в 10 часов я приду к тебе». Или, вернее, может быть, современным языком он берет и посылает сообщение. «Друг, сегодня вечером в 10 часов я зайду к тебе». Вор. Так он поступает? Нет. Священное Писание дает простую иллюстрацию. Он приходит неожиданно, как тать. Старое слово, как тать, как вор ночью. Он приходит неожиданно. Это слово к нам, современным ноем, нам с вами, братья и сестры, строить этот ковчег спасения. Этот ковчег спасения это церковь Бога живого. И есть добротные материалы, из которых мы строим. Добротное основание, которое церковь строит. Это священное Писание. Это дух пророчества. И, конечно же, кормимся мы небоснями этого мира. Кормимся мы даже не мудрствованиями, может быть, даже самых великих людей, которые называют себя христианами. Мы питаемся от этого источника живой воды. Вестница Божья писала, это все касается именно времена Ноя. Послушайте. Когда на руках рассеет страх в сердцах народа перед судами Божьими, когда религиозные учителя будут проповедовать о долгих столетиях мира и процветания, а мир будет поглощен своими делами и удовольствиями сажать, строить, пировать, веселиться, тогда придет на них внезапно погибель, и они не избегнут ее, патриархи и пророки. Какой же вывод мы с вами делаем? Дети последнего времени. Ягнята. Я себя причисляю к ним, потому что Господь говорит, вы овцы, а я ваш кто? Пастырь. Как бы хотелось иметь то доверие, которое имеют эти маленькие овечки в наших семьях, наши дети, наши внуки. Как бы хотелось, чтобы у нас было такое сегодня доверие, чтобы мы могли сказать, Господи, возьми, своим посохом веди нас к этому концу, к завершению истории этой земли. Дай нам веру глубокую, дай нам любить каждую овечку в этом огромном стаде овец. Позвольте слово. Несколько лет назад я был здесь в России и ехал на автомобиле и включил одну ФМ-станцию. Вернее, она была там наведена, я только нажал кнопку, и она заиграла. Красивая музыка. Прелесть. Она звучала долго, а вот потом я услышал, как ведущая произнесла слово. Их слоган был такой «Послушаем белую музыку». Можете, вы слышали эту станцию? Вот они так говорят «Послушаем белую музыку». Это была красивая музыка, чистая, светлая музыка, классика. Хотелось бы сегодня стать всем нам, мне и вам, друзья мои. Давайте жить белой жизнью, чтобы войти в светлое Царство Христа. Давайте будем жить так, как когда-то Ной жил, Енох и Патриархи. Среди разврата мира этого, когда мир, может быть, подымался, безбожный мир творил многое. Они тоже творили. Они творили сердца чисты. Господь желает, чтобы в этих размышлениях мы провели всю нашу будущую жизнь. И пусть это Слово, Слово Бога, которое записано в Священном Писании, не осталось просто Словом. Вы знаете, пусть это Слово станет плотью, пусть облечется во плоть, в нашу плоть. И если оно исполнится в моей жизни, тогда эта святая жизнь позволит мне войти в Святое Божье завтра. Продолжение следует...